Я считаю, что первый поход ребенка в театр кукол должен быть подготовлен. Подготовлен родителями прежде всего. Они должны подготовить ребенка к этому походу, начиная от всех нюансов, от того, что он может увидеть в театре, чего ему ожидать. Это может быть как бы и секрет вместе с родителями подготовлен, потому что есть много случаев, когда ребенок неподготовленный приходит в театр, он может испугаться еще чего-то, не доходя до, так сказать, зрительного зала. Будь то большой толпы на улице, если ребенок не посещает детский сад, его первый раз вывели, вот, и вот он может испугаться раз и навсегда и просто не прийти. То есть я считаю, что прежде всего зависит от родителей, что они должны подготовить этот поход, кого он может встретить, что там будут мальчики и девочки, что там будут дяди и тети, что там будет много разных, я имею в виду, до того, как перейдет, он, так сказать, откроет двери самого театра и самого зрительного зала. Ну, в зрительный зал тоже должен идти, ребенок подготовлен, он должен тоже знать, что там может выключиться свет, что там может быть полная тишина или, наоборот, полная темнота, или, наоборот, куча ярких вспышек и впечатлений. То есть нужно подготовить прежде всего. Второй этап, это уже зависит от людей, которые работают непосредственно в театре кукол. Ну, начиная от элементарного, со скольки лет, какой спектакль, какая возрастная категория, то есть, так сказать, пускать в зрительный зал на тот или иной спектакль с определенного возраста. Поймаешь, о чем я говорю. Это тоже очень многое значит. Дети сейчас, они, конечно, ранее развитие, и все родители приходят и говорят, что мой самый умный, самый начитанный, и мы уже и в цирк ходили, а потом пришли в театр кукол. Вот, и поэтому стараются детей вводить на все спектакли, те, которые рекомендуются от семи лет и позже. Но это тоже может повлиять на психику ребенка. Что еще? Ира, а как ты думаешь, что для ребенка в его жизни есть театр кукол? Театр кукол, это вот, начиная с рождения, погремушка. Это игрушка. Ему дают в руки игрушку. Он ее воспринимает как? Он сначала видит яркие цвета, потом щупает, потом кусает, потом нюхает, потом лижет. Вот, игрушка. Потом эта погремушка превращается там в мячик. Ну, дают следующую игрушку, дают там какую-то. И он знакомится с этим миром окружающим с помощью предметов. Эти предметы не живые, но уже в руках умелых родителей, они начинают оживлять. То есть доброе, светлое. Начинают родители сочинять, что может произойти с тем или иным предметом. И когда уже приходят в театр кукол, там тоже самое главное, что в театре кукол, это предмет. Будь то предмет, будь то кукла. Неживое. И в том фокус, что начинает оживать предмет на сцене. С помощью человека, артиста, если он сидит на сцене, там, моргнет, зевнет, дети могут это не увидеть. А если это кукла, и она моргает, она чихает, она там делает определенные действия, то это очень воспринимается детьми и с помощью ярких впечатлений. И с помощью этого уже начинает, как бы, я не говорю, что театр кукол должен учить, нравоучения какие-то. Но вот очень должно быть умело все это, так сказать. Выстроено, да? Выстроено. Хорошо, Ира, а как ты думаешь, как влияет вот этот период, когда ребенок маленький ходит в театр кукол, на его будущую жизнь? Ну, театр кукол – это доброе, это очень что-то такое для ребенка. Ну, самое настоящее чудо. Он воспринимается даже наш маленький зал, наше маленькое фойе, ребенок маленький и смотрит, что это что-то такое для него огромное, это целый мир. Когда он уже подрастает, были случаи, вот приходят дети, которым уже 12 лет, они тут мимо проходят, и «Ой, я был маленький, мне казалось, что это такое огромное, большое, а сейчас это все такое маленькое и как бы миниатюрненькое». Ну, вот оно очень доступно детям, то есть своими масштабами, даже своей вот этой вот миниатюрной формой. Очень... А как ты думаешь, можно ли назвать театр кукол репетицией взрослой жизни для ребенка? Ну, конечно. Какие примеры ты можешь привести? Ну, как, может быть, в твоей практике случались какие-то моменты, когда дети уже вырастают на твоих глазах? Конечно, они приходят и за кулисы, приходят к нам, вот, к актерам, мы уже, кто давно работает, и сам в этом числе. То есть они делятся своими этими впечатлениями, и то, что даже их повели, может быть, за кулисы, за сцену, дали попробовать познакомиться с этой куклой, потрогать ее, пообщаться, самому руку одеть там или ниточками подергать, подергать, вот он уже, этот ребенок, если был застенчивый, а вот это вот произошло слияние и, так сказать, контакт с куклой, он уже следующий шаг делает, где-то он не будет стесняться на уроке руку поднять или не будет там с друзьями высказать свое мнение. То есть вот так вот ступенечка за ступенечкой. Хорошо, и получается так, что, ну вот я с некоторыми людьми уже говорил об этом, и все говорят о театре кукол как о чем-то, ну, чуть ли не святом, какая-то, получается, детская библия для ребенка. А все-таки, может ли быть театр кукол в чем-то, какое-то негативное влияние на ребенка вести? И в каких случаях это может происходить? Ну, негативное влияние может быть, прежде всего, это эстетическое. То есть если попал на, это сейчас же много называется, театром кукол, вот он сидит в детском саду или в школе его приглашают, и приезжают коллективы, которые называются театром кукол, а ничего с этим не имеют общего. То есть начиная от умения оживлять куклу, работы с куклой, вот ребенок тогда не верит, если эти куклы просто носятся, если они имеют неопрятный вид, эстетики ноль в этом, так сказать. Вот не понравилось, все, идет отторжение, невосприятие полное. И потом он никогда в жизни больше не пойдет в театр кукол, потому что он уже считает, что это все такое, называется весь этот театр. Мир детей, мир театра кукол. Какой ты можешь дать совет для родителей? Ну, прежде всего, сначала должны родители вместе с детьми в этот мир, ребенка пускать в этот мир театра кукол, вместе. А потом уже ребенок отделяется, бросает ручку маме с папой, сам в зале, сам буду сидеть, сам пойду цветы подарю, сам пойду попрошусь с куколкой поиграть, потом пойду в театр юного зрителя сам, потом поведу в драмтеатр с подругой, с другом, мы искали те, потом к опере и так далее, и так далее. Субтитры делал DimaTorzok